Сайт www.iton.tv.com Русское телевидение Израиля представляет Здравствуйте, друзья! Мы с вами на канале Итон ТВ в программе «Особая папка». Меня зовут Марк Горин, со мной в студии мой компетентный собеседник Яков Кенми. Здравствуйте! Здравствуйте! Весь мир взбудоразили события на Украине или в Украине. Что трапилось, как говорят сами украинцы? Что случилось? Чего это они вдруг? Во-первых, по русской грамматике и на Украине, и в Украине это равнозначно. Там есть нюансы, я не буду сейчас давать. По русской грамматике можно говорить так и так. Так это в последние 300 лет. Ты хочешь политического спорта, на самом деле, то, что отдельно, то вы, то, что часть, то на. По русской грамматике специалистам по русскому языку в России и 200 лет назад, и 100 лет назад сказали, что равнозначно употребление как в Украине, так и на Украине. Так что не украинцы будут говорить, как надо говорить на русском языке, так же, как русские не будут говорить украинцам, как говорить на украинском языке. Тоже согласен. В другом смысле, а кто сказал, что мир взбудоражен? С каких пор это и Упицка, Срыловка, и пригороды Лондона, это весь мир. Миру на Украину, по большому счету, наплевать. Вот так, да? Полностью и окончательно. А там Евросоюз, Евросоюз. Еще раз говорю, Евросоюзу тоже на Украину наплевать. Как было раньше, так будет и завтра. Ситуация, она... Что такое Украина? Что такое Украина? Украина никогда не была государством. И государственный опыт Украины приводит к тому, что понятие государственности для Украины – это понятие больше теоретическое. Государственные деятели Украины, государственная история – это кто? Скоропадский, Гетман Скоропадский, Гетман Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Бендера, Степан Бендера, это вся государственная плеяда, плюс Лазарь Каганович и плюс Никита Сергеевич. То есть вся эта Украина, великая держава, это то, что она смогла выродить на политической арене. Причем два последних это не украинские, а российские. Россия государство с почти 700 летней историей единого государства и несмотря на это и сегодня в России огромные проблемы с созданием политической государственной структуры. Что же говорить об Украине, которой и этого не было? Потом Украина государство очень сложное и разница между Восточной Украиной и Западной огромная. Я сам с Восточной Украины, я знаю кто это. И кроме того, что государство это мало дееспособно политически, государственно оно абсолютно не дееспособно экономически, потому что украинская экономика всегда была частью российской экономики. А украинская промышленность это часть российской промышленности и на сегодняшний день это часть рынка промышленного постсоветского пространства. К западу от Украины украинская промышленность никому не нужна, у нее там нет рынков сбыта, продукцию никто не купит и она просто перестанет существовать. И сегодня экономика Украины. Что же они так хотят? Сегодня экономика Украины. Украина по оценке американских специалистов находится на четвертом месте среди десяти самых отсталых стран в мире. Опа. Ну, парни, вот. То есть слабая экономика. Половина населения занята в сфере обслуживания. А половина населения, там же 50 миллионов государств. Головина рабочего населения, да. Единственный продуктивный сектор, который что-то дает, это промышленный. Но любое государство может развиваться при двух условиях. Стабильность политической ситуации, которая может решать экономические проблемы. Но в Украине абсолютно отсутствие какой-нибудь минимальной культурной политической структуры, потому что все, что было начиная с 91-го года, это одно сплошное недоразумение. И очень слабая экономика. И те политические бури, которые проходят на Украине, и которые неразумные люди начинают поднимать, они только ухудшают экономическое положение Украины, которое и без того ужасное. Теперь спор, который вроде бы ведется, европейское сообщество, может помочь Украине, хорошо для Украины или нехорошо. И тут ответ однозначный. Европе Украина не нужна. Ни экономически никак. Европа с трудом не знает, как она выберется из греческого кризиса, из испанского кризиса, из французского кризиса. И еще не знают, как переварить Румынию с Болгарией. Тут им для полного счастья комплекта только Украины с ее проблемами не хватает. И поэтому, когда Янукович приехал и сказал, слушайте, а насчет Герд, ему сказали, хорошо, 800 миллионов юра, мы тебе дадим. Он говорит, мне надо 20 миллиардов. Ему сказали 900. Окей. Это примерно как платить займ в израильском банке, если у вас нет денег. Мало того, европейцы сказали, вы должны принять. Если мы подписываем. Такие-такие-такие-такие-то внутренние меры и реформы. Подобные реформы они заставили принять Грецию. Но Греции они дали 20 миллиардов долларов, и сейчас дадут еще 20. Потому что принятие этих реформ означает крах всей государственной системы Украины, всей социальной системы и всей финансовой системы. И пока это будет перестраиваться, сами европейцы говорят, это будет тяжелый период, но потом будет хорошо. Потом будет хорошо. Все, которые жили в социалистическом Советском Союзе, хорошо знают, что потом будет хорошо. Потом будет коммунизм. А даже будут ли они до этого потом? Да. Ну, будущее будет прекрасно. Но сегодня Украины будущего, если оно пойдет по пути ассоциации с Европой, нет, потому что рухнет украинская экономика. Россия, Украина, Россия проживет без Украины. Россия выгодна, чтобы Украина была с Россией в таможенном союзе, как и с другими государствами. Это ее усиливает и укрепляет, и укрепляет экономику. Но это также естественно, потому что Россия может и хочет быть потребителем украинской экономики. Российские ракеты летают на двигателях, созданных на украинских заводах. Российские вертолеты летают. Российские вертолеты. Украинская промышленность работает и представляет Россию. Не будет Россия справиться. Россия без Украины проживет. Не так хорошо она проживет. Украины без России нет. Но в Европейском Союзе они действуют, как собаки на сене, ни себе, ни людям. Поскольку они до сих пор патологически боятся усиления России. Это не началось сегодня, это не началось вчера, это не началось Советского Союза. Это еще началось до Крымской войны. После разгрома Наполеона. И поэтому они пытаются делать все, чтобы не дать России усилиться. То есть ни себе, ни людям. Нам Украина не нужна, но мы не дадим Украине усилить Россию. Если Украина пойдет по этому пути, то ничего хорошего ни для Украины, ни для украинского народа не будет. Экономика их рухнет. И к чему это приведет Украину? Одному Богу. Мне очень важно задать тебе несколько вопросов, очень конкретных. Вопрос первый. Вот в эти дни там вроде бы затишье. Но потенциал накануне затишье был чреват просто гражданской войной. Так это виделось на телекартинке. Захват из зданий, в общем не только на западе, уже и на востоке. Для того, чтобы вести гражданскую войну, нужно, чтобы кто-то из-за границы ее хорошо поддерживал. Иначе гражданская война, она неэффективна. То есть то, что показывают по телевизору, это страсти и мордасти, да. Гражданской войны на Украине быть не может, потому что... То есть могут быть вспышки. Да, да. Потому что кто-то ее должен... Войну надо поддерживать, войну надо кормить, войну надо вкладывать деньги. Вооружать. И пример Сирии показывает, если бы не Саудовская Аравия. И Катар, тогда бы не было гражданской войны в Сирии, потому что не было бы, кто даст деньги тем, которые заинтересованы в этой войне. Так что войны не будет. Но разваливаться, как это было на Украине в 18-19 году, когда это была независимая Украина, и тогда тоже разваливалась без всякого участия большевиков. Ты считаешь, что развал Украины по линии Восток-Запад, либо федерализация Украины на региональных таких штатах... Федерализация не решает экономических проблем. Украине нужна... А развал возможен? Украине нужна политическая стабильность. Если не будет политической стабильности, не будут решены проблемы экономики. Не будут решены проблемы экономики, и на Украине будет продолжаться та же Буза, которая идет сегодня. И последний вопрос, учитывая твой опыт натива. Будут ли там бить евреев? Будут ли там бить евреев под горячую руку? И если будут... Не-не-не, я не думаю, что евреев будут бить. Ругать будут. Отдельно взятому евреям могут набить отдельно взятую еврейскую морду во Львове, или в Жмеренке, или в Киеве. Но евреев не будут, потому что это невыгодно, и нет сил, которые готовы бить евреев. Есть силы, которые всегда готовы обвинить и евреев во всех бедах. А вот бить, это уже другое, это опасно. А лично твой профессиональный опыт, я не вдаюсь подробности, говорит ли, что мы можем что-то сделать, чтобы как-то защитить наших соплеменников на той территории? Всегда можем сделать. Вопрос, насколько мы готовы это делать, насколько мы к этому сорганизованы, и насколько нас хватает на это вручительности. В свое время и в мое время это было. Что происходит сейчас, я не знаю. Спасибо, Яша. Спасибо всем, кто был с нами в эти минуты на канале ИТОН ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok